всем привет сегодня у нас 18 апреля суббота весна на улице снимаю соседей наших напротив со своего окна просто хотела показать что американцы они вот каждую неделю каждый выходной они как бы стараются его проводить вот так вот полноценно отдыхают там и вот сидим дома там занимаемся какими-то домашними делами а вот эти вот напротив нас вот они всю зиму и вот весну я заметила каждые выходные и осенью тоже мы здесь еще года даже не живем вот они каждый выходной они вот куда-то едут у них такой трак большой прицеп вот я не поняла у них тут один или два сына или там племянник приезжают к ним вот они загружают у них вот моторсайкл есть такая машина там четыре колеса которая по горам ездит и вот мотоциклы что-то типа мотоциклов или мопеды какие-то тоже вот по горам ездят еще у них тоже был один мотоцикл мотоцикл а моторсайкл называется такая машинка две вот сегодня они берут только одну машину и вот эти мотоциклы по горам ездить каждый каждый выходные вот они работают с утра я смотрю утром уезжают поздно вечером приезжают а на выходные всегда едут куда-то отдыхать виктора музыка играет вот короче чем там решил что-то сделать клумбу хочет сделать большую клумбу купил различные там оградки горшки большой маленький тоже для цветов еще не поняла на чем хочет но сейчас там все вымеряет размеряет копает прикладывает посмотрим что получится витя скручивает сейчас увидит наверное что я за ним слежу вот он уже натворил это все с окна снимаю что-то немножко приболело на улицу не хочется пока выходить потом попозже потеплее станет так вроде солнце ярко но еще не так тепло на улице вот хотела показать вот этот торт польский очень вкусный торт я только сама о нем в этом году узнала что наказ у нас продается наших русских магазинах в америке соседка при принесла угостила игры где такой вкусный торт зелана горит в русском магазине классно я тоже взяла попробовать очень вкусный вафельный торт шоколадом наш вкус производство польши из польши привезен торсик торсик ведловский очень вкусный так что вот кто живет в америке можете спросить посмотреть в русских магазинах попробовать вкусный тортик вышла я уже на улицу посмотреть что тут происходит а тут короче конец нашему газону такой выкопал круг огромный как то он получился что то я не пойму потому что у нас здесь склон и вот он как то одну часть поднял там выкопал яму получился такой круг ровненький над газоном будет интересно интересно он придумал как сборчик еще горшок большой вот эти оградки деревянные вот у нас тут будет целая клуба еще вот дерево посадили на прошлой неделе это дерево называется ой забыла сейчас как оно Japanese maple короче японский клен по-нашему японский клен у него такие вот листочки бордовые вот эти деревья нам тоже очень нравятся здесь мы когда приехали сначала думала это как бы ну краснеют что ли листья к осени он оказывается всегда у него такие листья красно-бордовые это вырастает конечно большое дерево когда-то вырастет нам тут пол дома закроет сейчас я в нашем парке нахожусь и вот решила снять вот этот мальчик на камне стоит такой парень уже мальчик он болен аутизмом и вот он постоянно по всему парку ходит 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 не останавливаясь уже наверное не знаю час тут я их вижу девушка стоит рядом это его киргивер киргивер это вот детям у кого различные заболевания инвалидности дают по уходу таких людей специальных которые обучены как следить за ними и вот она каждый шаг его контролирует вот куда бы он не шел сейчас он как-то вот на одном месте стоит а до этого я видела он тут по парку бегал и она за ним за ним по пятам по пятам вот какая псина гуляет это для тебя вот твои любимые собаки там где-то белка прыгала тут я ее не вижу вот еще собаки здесь только собак в парке гуляют американцы вообще так любят собак собак они прям обожают вот у многих по две по три собаки в доме держат вот у них точно собака друг человека права животных так защищены и защищают они вот сейчас тут футбол чуть-чуть наверное поснимаю девочки играют в футбол вот в одном из видео я снимала мальчики а здесь уже все они уже все закончили уже все расходятся вот так вот чуть-чуть и вот собаки у них очень защищены кошки ну вообще животные не дай бог ты дома там оставил собаку вот у нас был случай знакомые они купили щенка и он у них днем конечно дома один оставался потому что они работали и он выл пищал и так продолжалось недолго буквально там несколько недель ихний сосед сверху с апартментов позвонил в эту специальную службу и сказал что собака каждый день там пищит что-то они на нас не делают все сразу приехала служба стали разбираться в чем дело они говорят ну это же маленький щенок мы его только купили он привыкает и конечно говорит когда нас нету дома они оба работают он пищит но им сказали что соседи жалуются типа вы должны как-то решить эту проблему и они решили тем что им пришлось из апартментов съехать в дом так вот бывает еще один идет собачник тоже с двумя собаками очень много людей ходят вот так на поводках две три собаки не одна подростки играют баскетбол отсюда наверное не видно я далеко сижу но это все дети это национальность маршалисты называют их здесь они едут сейчас с маршаловых островов это вот небольшой небольшой рассказ о том какое население в Спакене но это последние годы буквально вот 4-5 лет назад с маршаловых островов очень стало большое количество ехать их они как беженцы едут потому что Америка проводила какие-то испытания на их островах и это как-то повлияло на их здоровье и теперь вот они этим компенсируют что они могут ехать сюда свободно в Америку и даже говорят что там на маршаловых островах им тоже Америка каждому жителю платит около 300 долларов ну это насколько я уже знаю здесь вот рассказывают точно не знаю правда нет но сами вот эти маршалисты они говорят что им платят со мной в школе несколько человек училась они в основном интересны такие все маленького роста азиаты некоторые как бы даже вот похожи на наших киргизов так как я из Киргизии но не все преимущество они все маленького роста и у многих как бы как это сказать голова не как вот у обычного человека таких больших размеров не знаю может быть это связано вот с этими испытаниями которые американцы на их островах проводили это мы так подумали не знаю и вот каждый год растет число беженцев с маршаловых островов и что интересно тоже я заметила пожилых у них очень мало я очень редко видела пожилых видимо они все там на острове остаются вот это молодежь и дети они все едут в Америку им конечно здесь хорошо потому что на маршаловых островах я там читала ну там рыболовство у них развито в основном рыба и все что они делают и вот играют в различные игры потому что там всегда тепло такие у них как хижины построены дома и больше им заняться нечем со мной которая училась я у нее спрашивала говорю у вас есть ваше телевидение она говорит нет нет у нас ну такого телевидения чтобы вот они тут могли смотреть как мы допустим свое смотрим русское ТВ у маршалистов у них нет и они очень любят YouTube на YouTube я когда в школу ходила учились и вот там на перемене сидят они все в этот YouTube все вот эти смотрят клипы очень любят вот эту музыку американскую им так интересно там я думаю у них цивилизация не какая а здесь конечно их все устраивает ну все уже конец дня конец субботы сейчас покажу там что Виктор сделал так вот этот цветок еще хотела показать куст недели три назад мы его купили он такой был красивый весь вот в этих красных цветах но так как он в магазине был и мы вот зря его вынесли сразу на улицу и все эти цветочки померзли а как он называется так называется вот тут даже еще осталась эта картинка азалия азалия куст азалия он вообще такой вырастает очень красивый но он вроде не большой будет решили не сажать на на газон вот так горшки оставить еще остатки цветочков и вот что получилось вот это за весь день Виктор делал и сделал такой остров классно получилось вот это деревом он обложил деревянные такие штучки специально для изгороди два горшка туда в центр наверное деревце какое-нибудь маленькое воткнет еще там что в середине будет не знаю вот такое вот у нас получается оформление участка ладно все всем пока увидимся это вот